Поселок Дечина можно назвать демократической столицей Калужского края. Именно здесь неравнодушные жители в апреле 2014 года подготовили референдум о запрете строительства мусор-перерабатывающего завода и отставили право своих детей жить в экологически чистом месте. Просто они не хотят, чтобы вы говорили свое слово. Они не хотят его слушать. Им неудобно работать с гражданами, им удобно работать с населением, просто которое народилось, с народом. Сегодня у Дечисов новая угроза. Стремление областного руководства к непомерным расходам требует искать любые способы пополнения бюджета. Планируется участок федеральной трассы М3 Украина, проходящий по территории Калужского края, сделать платным, а через поселок Дечина пустить бесплатную дорогу дублер. В этом случае 25 тысяч большегрузных фур ежедневно будут проезжать прямо по главной улице поселка, мимо жилых домов и школы. Эта дорога, она, в общем-то, есть центральная улица поселка. И по этой поселке пойдет грузопоток. Это начнется вибрация. Это наши дома, которые сейчас уже все пришли в ветхое состояние. Да, они и годы не прослужат, все развалятся. Но потом загазованность, переходы. Инициативные детчинцы, расшаровавших в спущенных сверху депутатах, решили создать собственный клуб избирателей. Они готовы самостоятельно выбрать подлинных народных представителей. Показать истинные интересы избирателей, что они хотят изменить жизнь к лучшему, достойных избранников мы с вами должны иметь в органах нашей власти и местного уровня, и районного, и областного, которое задумывается над теми нуждами граждан, людей, населяющих Калужскую область, которые на сегодняшний день особо остры. Четыре с половиной тысячи избирателей детчина настроены уже в сентябре делегировать властные полномочия десяти депутатам поселковой думы, которые будут отстаивать их жизненные интересы. К сожалению, представителей КПРФ в числе местных депутатов пока нет. Возможно, именно по этой причине областная власть всегда игнорировала мнение детчинцев. Дмитрий Мартышенко, поселок Дечина, Калужская область, специально для Красной линии.